Изверги, а? В Чечни надо ее отправить. Мы находимся на европейской презентации линейки смартфонов Zenfone 4. Asus в этом году, конечно, молодцы, чтобы никого не запутать, представили целых пять смартфонов. Значит, Zenfone 4, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Max, Zenfone 4 Selfie и Zenfone 4 Selfie Pro. Вполне может быть, что после этого перечисления вы испытываете приступ тревоги, но не волнуйтесь, именно для этого мы здесь, не для тревоги, а для того, чтобы объяснить вам, что же это такое. Это Дройдер, с вами Борис Веденский, и в этом видео я покажу вам, постараюсь объяснить, что же это за девайсы, чем они отличаются и зачем они нужны, но это не точно. Погнали! В центре линейки находится вот этот гаджет под названием Zenfone 4. Про него интересно, потому что это не совсем флагман, а такой предфлагман, потому что у него стоит не самый топовый процессор Snapdragon 630. Самый большой акцент на презентации делали внезапно на камеру. В принципе, кроме камеры, вообще почти ни про что не рассказывали. И действительно, у всей линейки камера достаточно любопытная. У этого девайса она двойная. Одна на 12 мегапикселей, другая с широким углом 120 градусов на 8 мегапикселей. Почти как у LG, только не так широко. Здесь также есть двойная вспышка с двумя тонами. Двумя тонами, так говорят. Экранчик с Full HD матрицей на 5,5 дюйма, есть Type-C для зарядки и разъем для наушников. По дизайну мне нравятся, какие изменения произошли. И раньше Asus или Asus любила, знаете, вот эти вот полоски, концентрические круги. Все это походило то ли на чайники, то ли на холодильники. Сейчас от этого избавились. И здесь стеклянная поверхность, которая очень прикольно переливается, особенно на свету. По крайней мере, не так шаблонно выглядит, как у многих остальных. Но вернемся к камерам. Наверное, многим будет любопытно узнать, что они здесь не выпирают из корпуса. Кроме этого, у основной камеры большой размер пикселя 1,4 микрона. Это значит, что света попадает много. Такой же размер пикселя у смартфона Google Pixel. Затем у Galaxy S8 тоже. В результате получаются действительно достаточно приятные снимки в темноте. Это мы сняли сегодня. Смотрите, некоторые фотографии действительно классные. И по первым ощущениям я вам, друзья, скажу, что это очень хороший уровень камеры для смартфона, который не претендует конкурировать, знаете ли, с Galaxy S8 или с айфонами. Вот так происходит приключение между двумя камерами. Обычная, широкая, обычная, широкая. Не сказал бы, чтобы это мгновенно, но, в принципе, сносно. Еще есть несколько прикольных режимов. Есть Pro режим. А мне особенно понравился этот режим, который называется Super разрешение. Он склеивает пять фотографий в одном и том же разрешении, а потом получается супер картинка с разрешением в четыре раза круче. И это очень даже неплохо работает уже сейчас. Еще из интересного и забытого здесь есть сенсорные кнопки на корпусе. Дом, список запущенных приложений и назад. Я уже забываю, что на некоторых смартфонах такие штуки бывают. Кроме этого, в кнопке дом встроен сканер отпечатка пальца. Ну и оболочка от Asus, которая называется Zen UI. Я никогда не был ее фанатом, и она тоже продолжает меня не сильно любить. В общем, здесь специфические на мой вкус иконки, специфические шрифты и соотношение всего ко всему. Но верю, что кому-то, особенно разработчикам, это дело должно нравиться. И это Zenfone 4, стоит в России он будет 33 тысячи рублей, а мы идем дальше. Zenfone 4 селфи. Как нетрудно догадаться, этот смартфон предназначен для людей, которые очень любят фотографировать обладателя смартфона. То есть себя, да? Есть просто селфи, есть селфи про. Основная фишка — это наличие двойной фронтальной камеры. Одна простая, вторая широкоугольная. Опять-таки, здесь есть переключатель, может туда-обратно. Как видим, здесь процесс еще попроще стоит, поэтому переключается это все дело еще плавнее и дольше. Причем отличие селфи про от селфи? Во-первых, он чуть покомпактнее, чуть поэлеганнее, я бы сказал. Здесь камеры расположены рядом, и еще чуть мощнее, в остальном все. Кстати, кроме этого, еще любителям селфи понравится наличие фронтальной вспышки. Заценим-ка. Не то, чтобы здесь не хватало света, конечно, но стало вот так. Ну и фишка, которая называется «Убить и победить» — это портретный режим на фронтальной камере. Она тоже сделана за счет того, что камера двойная. Вот так вот это выглядит. Смотрим на лицо. Лицо четкое, пацанское, все остальное чутка размазано. Снимочек. И да, вот так вот оно работает на свету. Я думаю, будет еще лучше. В принципе, для бюджетного девайса как будто бы даже и неплохо получилось. А это уже Zenfone 4 Pro, флагман линейки. Чипсет Snapdragon 835. Наконец-таки, бинго. Здесь стеклянный корпус двух сторон, металлическая рамка. Все как у айфонов и у самсунгов. Мне прям даже нравится, прикольно, очень ощущается и выглядит классно. Даже белый цвет, ну что себе, даже приятный девайс. Классный дисплей, яркий, контрастный. И все те же сенсорные кнопки. Ну, место осталось на корпусе, безрамочный экран не завезли, так что пусть будут сенсорные кнопки. Здесь немного другая концепция по камерам. Второй зрачок здесь не широкоугольный, а с двукратным зумом. Видим кнопочку, такую же, как на айфонах и на самсунгах, двукратного зума. Причем еще одно нажатие делает нам пятикратный зум, он уже цифровой, естественно. Но, о, о, что получилось? Один чувак кому-то другому чешет нос. Причем это его не происходит. Не происходит на нем. Вообще говоря, получается очень даже неплохо, несмотря на то, что все снято в движении и совершенно спонтанным нажатием при таком странном дурацком освещении. Ну, вот это моя любимая фотография, конечно. Ну, естественно, на основной камере здесь есть портретный режим. Как-то примерно вот так он реализован. Иногда работает. Работай, повелеваю. Да, и мы видим, что глубину резкости можно регулировать в реальном времени при помощи ползунка. Ну, вот чуть раньше я ругал оболочка, а на этом Zenfone 4 Pro установлено. Смотрите, какая классная динамическая обоина. Вот так поворачиваешь, цвета изменяются. Мне очень нравится, очень медитативно. Кстати, кстати, очень удивительно, что китайцы, ну, тайваньцы, почти китайцы, выпустили... Выпустили смартфон под номером 4, потому что в Китае, в Японии иероглиф 4 означает смерть. И у них даже этажа 4-го часа не бывает. И даже OnePlus 4 по этой причине пропустили, а Zenfone такие вот... Мы западные, мы прям нам пофигу на все эти стереотипы восточные. Нормально, молодцы. А стоить флагман линейки будет 50 тысяч рублей, и мне остался для вас еще один девайс, самый большой. Смотрите, все ваши фантазии в одной фотографии. Блондинка и брюнетка из Италии. Оп. Давайте, девушки, ближе. Оп. Это Zenfone 4 Max, смартфон для тех, право, постоянно все разряжается. Причем не только смартфон, но и другие девайсы, потому что он умеет на другие девайсы заряжать. Емкость батарейки 5000 мАч, что много. Странно при этом, что в качестве зарядки используется microUSB, а не Type-C. Но зато, как я уже сказал, вы можете сюда вставить проводочек, подключить к нему девайс, который у вас подыхает, и пополнить его заряд при помощи вот этой вот зверюгины. По камерам здесь идея такая же. Второй зрачок с широким углом 120 градусов, а разрешение у основной 13 мегапикселей. В целом, по камере это самый простой девайс из линейки, но все равно, как мы видим, он старается держать марку. В остальном, по железу, по внешнему виду он тоже немножко попроще. И, в принципе, это устройство, которое самое первое начало продаваться из четвертых Zenfone. На этом мы наш супер-мега-пупер-экскурс заканчиваем, потому что вы и так узнали достаточно за это видео. Но важно напишите нам в комментариях, про какое из этих устройств. Напомню, сегодня было целых пять штук. Вам интересно было бы узнать более подробную информацию, посмотреть подробные видео, какой-то опыт использования и ли какие-то другие у вас идеи есть. Напомню, у нас сегодня были Zenfone 4, Zenfone 4 Pro, Zenfone 4 Selfie Selfie Pro и Zenfone 4 Max. Вау, молодец, Борис выговорил. С вами были Борис Идианский и Валерий Вистюшев. Это Гройдер с презентацией этой линейки в Европе. Спасибо, что посмотрели. До встречи в будущем. Пока. Так, есть. Какой из них про, какой не про.